Привет! И снова игромания рядышком, готовая радовать новостями и прочими приятностями. Итак, сегодня в программе. Цены на электронику в России вырастут больше, чем ожидалось. У богачей слишком много денег, и они не знают, куда их девать. Тоже мне новость. А еще ты узнаешь, какой станет крутая графика в играх недалекого будущего. Новости на старт! Нежный марш. Тебя прямо в сердечко. Цены сейчас повышаются буквально из-за всего. Дефицит, инфляция, курс доллара. Но в правительство оказалось этого мало, и из России запретили вывозить отходы с содержанием драгметаллов. Казалось бы, а мы-то тут при чем? А вот при том. Сейчас производители сами занимаются утилизацией техники. Это в два раза выгоднее, чем платить экологические сборы. Но сломанная техника содержит драгметаллы. Поэтому вывозить ее теперь нельзя, и придется платить сборы по полной программе. В итоге стоимость всей электроники в России вырастет еще на 13-15%. Мелкая бытовая техника почти не пострадает. А вот большую, а также телевизоры, компьютеры, ноутбуки и планшеты, этот закон затронет по полной программе. Что бы ты купил, будь у тебя 650 тысяч долларов. Разработчики, еще не вышедшие метавселенной Sandbox, уверяют, что продали за такую сумму виртуальную яхту. Ее уникальность подтверждает технология NFT. Там четыре этажа с танцполом, джакузи и вертолетной площадкой. Причем эта яхта даже плавать не может, только стоять рядом с островом и украшать пейзаж. А остров и вертолет, кстати, придется покупать отдельно. Как по мне, так дороговато. Например, на днях в метавселенной Аркона купили целое графство с титулом и фамильным замком. И всего за 64 тысячи долларов. Вот это, я понимаю, выгодная сделка. Трилогия GTA получила большой патч, который исправил множество недочетов. Теперь, чтобы нормально поиграть, не нужно ставить кучу модов. Появились нормальный дождь и туман, исправлены текстуры, улучшена стабильность и много чего еще. Кстати, релиз дисковой версии перенесли на 17 декабря. А картриджи для Nintendo Switch появятся лишь в следующем году. Ну а фанаты тем временем уже не надеются на разработчиков и сами делают ремастер GTA IV. Первая версия мода уже появилась в раннем доступе, и в честь этого автор выпустил шикарный трейлер. Ну а другой фанат загрузил модами GTA V. Так что даже GeForce 3090 еле вытянуло такую красоту. Тут и трассировка, и улучшенные модели, и много чего еще. Возможно, примерно так будет выглядеть в будущем GTA VI. Кстати, о графике будущего. Разработчики корейского экшена Crimson Desert показали, насколько интерактивным будет мир игры. На снегу остаются следы. Причем видно, что под снегом есть трава. Опавшие листья сметаются полой плаща, обнажая землю. А ветер не только качает деревья, но и срывает с них тысячи листьев. Ну и, наконец, студия показала систему динамического изменения погоды. В игре нет разных локаций для разных времен года. Это одна и та же локация, которая меняется в реальном времени. Цветущий солнечный лук сменяется осенними дождями и туманами, а затем всю округу начинает заметать снегом. Просто фантастика! Все, что ты хотел знать о Steam Deck, но боялся спросить, за тебя спросили разработчики игр. И вот, что ответила Valve. Эксклюзивов на консоли не ожидается, потому что компании это просто неинтересно. Steam Deck можно ремонтировать самостоятельно. Для этого Valve будет продавать все нужные запасные части. Поддержки беспроводных сетей типа 5G не будет, но всегда можно подключить смартфон в качестве модема. Движки Unreal Engine, Unity и Godot получат поддержку Steam Deck, поэтому делать игры для Linux там станет гораздо проще. Да и вообще ожидается бум Linux гейминга. А еще, учитывая, что операционная система SteamOS будет доступна всем, не исключено, что у Steam Deck появятся братья от других производителей. Ты уже, наверное, забыл про аниме по киберпанку. А вот Netflix про него помнит и даже собирается выпустить шоу в следующем году. Также в 22-м выйдут еще три экранизации игр. Это сериалы по Аркаде Cuphead, по Resident Evil и по карточной игре Magic the Gathering. Еще стоит отметить сериал Ведьмак происхождения, про времена сопряжения сфер, когда начали появляться чудовища из других миров. И, наконец, Netflix решил снять собственный вариант Черной вдовы. Сериал про обычную американскую домохозяйку, которая оказывается тайным русским агентом КГБ суперсилами. И это лишь треть того, что Netflix запланировала на следующий год. И еще несколько важных новостей. Zombie Action Dying Light 2 ушел на золото. Разработчики обещают, что приносов больше не будет, поэтому ждем его релиз без всяких задержек 4 февраля. Тем временем в России Nintendo внезапно решила снизить цены на игры в своем цифровом магазине. Это произойдет в полночь 6 декабря. Кажется, это вообще первый раз, когда Nintendo решилась на такой шаг. А вот Electronic Arts, наоборот, подняла стоимость годовой подписки EA Play Pro с 4 до 6 тысяч рублей. При этом за месяц просят столько же, сколько и раньше, тысячу рублей. Симулятор выживания Sons of the Forest. Продолжение популярной The Forest выйдет на ПК 20 мая. В честь этого события разработчики выпустили трейлер. Местами красивый, а местами довольно жутковатый. А еще 15 декабря выйдет ролевой экшен Клидзо Снейл. Главным героем которого станет гигантская улитка, безжалостно расстреливающая толпы врагов. Ну и среда. Что есть нового интересного среди мультиков? Стриминговый сервис Hulu совместно с Marvel представили зрителям полноценный анимированный экшен Хитмонки с одноименным персонажем в главной роли. Это мультик о макаке, который будет мстить. Звучит нелепо, да? Но нет. Искусством убивать недругов Хитмонки владеет просто первоклассно. Создатели также хорошо постарались и над логикой повествования, и над визуалом, так что история получилась по-настоящему полноценной. Добротный такой боевик о подставе японской мафии, говорливом призраке и безмолвном макаке-убийце в смокинге. Не обязательно изначально быть знакомым с этим марвеловским героем. Просто расслабься и доставай попкорн. И да, сюжет линейный, так что бери попкорна побольше. Хитмонки, смотри с удовольствием. Ну и увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику. И пока.